МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ Приветствую, уважаемые телезрители! Сегодня в нашем цикле шедевров мирового музыкального театра на телеканале Россия Культура мы предлагаем вам запись, сделанную в 2009 году постановки театром Метрополитен-Опера оперы Деницетти «Лючия Делемермур». Эта постановка для нас весьма интересна тем, что главные партии здесь исполняют двое наших соотечественников. Это знаменитая Анна Нетребко и солист Мариинского театра, Ильдар Абдразаков, и два польских певца, тоже нам хорошо знакомых. Это Петр Бечала и Марьюш Квечень, которого мы хорошо помним по партии Евгения Онегина в Большом театре. И представить запись этой постановки любезно согласился профессор Дмитрий Вдовин, художественный руководитель молодежной оперной программы Большого театра. Приветствую вас, Дмитрий Юрьевич. Ну, вы знаете всех певцов, которые принимают участие в этой постановке, ведь правда? Тут важно, наверное, сразу отметить, сказать нашим слушателям, что этой премьеры с нетерпением вообще ожидали не только американцы, но и весь оперный мир, потому что премьера состоялась буквально через два месяца после родов Анны Нетребко, и все, значит, прислушивались, как отразится это важнейшее в жизни женщины событие на ее голосе. И нужно сказать, никто не был разочарован. Голос стал как-то плотнее даже, правда, и это пошло, безусловно, на пользу, мне кажется, Анне. В общем, мне кажется, мы являемся свидетелями развития интереснейшей актерской судьбы. Я говорю об Анне Нетребко. Но она сегодня, можно сказать, просто главная оперная певица в мировом сознании. Да, и я считаю, что это большая радость для всех нас. Несомненно. Потому что она, прежде всего, российская, русская певица. И не забывает об этом казачка кубанская. Да, и очень важно, что она очень часто бывает с нами, и вот открытие второй сцены Мариинского театра это продемонстрировала, и также это продемонстрировало вот этот переход сейчас ее от репертуара более легкого и лирического к репертуару более драматическому. Если вы помните, она пела выход Леди Магбет из оперы Верди одноименной. Но она тонко почувствовала, видимо, тоже, что нужно немножко менять платье вокальное, так сказать. Понимаете, как Моцарт говорил, что я люблю, чтобы Каждаре подходило певцу как платье от лучшего портного. Вообще, надо сказать, она и самое, что не носит настоящее платье прекрасно меняет, и не очень это. Но она просто красавица. Что является частью, так сказать, ее возможности. Нужно только слегка подчеркивать эту красоту. Да, но и наблюдать вот сейчас за этим переходом. Собственно, она вообще человек очень интересный и, несомненно, ищущий. И вот этот вот как бы ее имидж, этот ее имидж легкомысленной девушки, которую она тщательно создавала предыдущие годы, на самом деле, мне кажется, реальности совершенно не соответствует. Несомненно, эта певица очень умная, очень глубокая и очень работоспособная. То есть достаточно взглянуть на ее огромный репертуар, чтобы это понять. Без огромной работы это невозможно просто осилить. И вот сейчас, когда она опять же бросила публике очередной вызов, я имею в виду Нелю Чию, которая тоже была вызовом. Сейчас она снова бросила вызов, переходя в репертуар драматический. Она будет петь вскоре отрывки Зателло Верди, Жану Дарк в опере Верди опять же, и, конечно, ее дебют в Леди Магбет в опере Верди, которая будет в следующем году. Это труднейший. А там дойдет и Декармен ведь. А кто его знает. Она все-таки еще достаточно молода и хороша собой. Все может быть. Все может быть. И, несомненно, она имеет право называться Дивой в этом смысле, в хорошем смысле этого слова, потому что она все время предлагает публике нечто из ряда вам выходящее, что и является, собственно, прерогативой Дивы. Так же, как и Лючия Делла Мермур, несомненно, это опера для Дивы. Все вот эти переходы и переломы, это как драматургия, за которой и нам, зрителям, очень интересно наблюдать. И сейчас идет новое поколение, и я должен сказать, опять же, русских, российских певиц, куда входит та же Альбина Шагимуратова, которая спела это уже в Хьюстоне, в Берлине и собирается петь это, как бы, идя вслед нетрепко в Метрополотон, на нее делается постановка в Ля-Скало и так далее, и так далее. И есть Хибла Герзмава, которая поет это успешно в Москве. То есть, опять же, несомненно, идет перемена поколений, и нам очень интересно, что же это за племя, которое придет на смену предыдущему. Кстати, я должен сказать, что вот, говоря об этой команде певцов, которые участвуют в Личии, что огромную роль, например, для России в открытии некоторых имен играет Владимир Иванович Федосеев. Ведь он первый и много лет тому назад привез в Россию для исполнения «Аланты» Петра Бичалу. Его никто тогда не знал. Но эта опера, конечно же, хорошо известна, тут все это не будем пересказывать или бренд, потому что многие читали роман Вальтера Скотта «Алмирмурская невеста». Но нужно сказать, что именно, может быть, благодаря музыке Даницетти, которую написал, я помню, как всегда, очень быстро, она так живуча, правда, и вот многих она привлекает, и постановщиков, и певцов. Ну, вообще, Вальтер Скотт был популярен у композиторов эпохи Бельканта романтического, там, Пуритания, Беллини тоже. Ну, потому что романтик. Туда же. Но все-таки мне кажется, что эта красота музыки, она здесь сопряжена с необыкновенной личной драмой и показанной с огромным-огромным талантом и напряжением, и более того, эта драма им дает возможность большим артисткам, большим певицам, певицам, прежде всего, ее выказать публике, и публика необыкновенно это сопереживает, потому что музыка, ну, надо говорить прямо, достаточно доступная для широкой публики, и вот этот момент вот этого единения тех людей, которые как бы парят своим техническим и душевным мастерством на сцене и зала, вот это то, что является отличительной чертой именно Лючии. Вот еще одно подтверждение того, как классика, высокое искусство торжествует над временем. Казалось бы, что нам до разборок между шотландскими лордами там и так далее, а ведь вот как оно получается, ведь народ ходит и сопереживает, и я уверен, что так будет и на сей раз, когда наши зрители послушают, посмотрят эту оперу в такой действительно блистательной постановке. Дорогие друзья, я желаю вам приятнейшего просмотра, потому что это действительно замечательная опера, а такой букет на сегодня, в общем, как говорили в старину, первостатейных артистов, певцов-артистов. Это редко когда подбирается, и Метропольственная опера здесь показывает нам замечательный пример. Метропольственная опера Метропольственная опера Здравствуйте, меня зовут Натали Десей. Я иду по декорациям к первому акту «Личьи и Дилы Мермур», которые изображают шотландскую вересковую пустошь. В прошлом сезоне мне пришлось бродить по этой сложной местности, когда я пела ведущую партию. Но сегодня я ведущая, а «Личью» исполняет великая российская сопрано Анна Нетребко. Бывает, что за сценой театра Метрополитен опера тоже разыгрываются драмы, как и на сцене. Первоначально партнером Анны был заявлен знаменитый тенор Роланда Вильясон, который, к сожалению, заболел и не смог выступить. Молодая восходящая звезда, тенор Петр Бичала, пел здесь в другой опере, но согласился исполнить партию Эдгарда, любовника «Личьи». Возможно, сегодня родится новая звезда. Опера «Доницетти» повествует о женщине, теряющей рассудок из-за отвергнутой любви. Подобно Ромео Джульетте, «Личи» и «Эдгарда» являются жертвами ожесточенной вражды между их семьями. Постановка Мэри Циммерман очень хорошо соответствует состоянию безумия, которое охватывает «Личию» на этих знаменитых подмостках. Маэстро Марка Армелиата уже наготове в оркестровой яме, и начинается первый акт «Личии Деломермур» еще одной жертвы мужчин и обстоятельств. Маэстро Марка Армелиата Маэстро Марка Армелиата Маэстро Марка Армелиата КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил Добавил ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка